Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для садоводов и огородников. Сегодня решила еще раз показать вам, как себя чувствуют томаты, которые высажены в открытый грунт и стоят без всяких укрытий. Они вот находятся... Сейчас, подождите, рыжий... Кошка ходит. Они находятся у меня вот на заваленке, около теплицы. По выросшей траве опытные люди поймут, что высажены они не вчера, трава уже выросла тут, значит больше недели они уже сидят. И кто смотрел первое видео, можете понять, как увидите разницу. Смотрите, как они растолстели. Во-первых, они все цветут, каждый экземпляр с цветами. Даже те вот и дальние, все с цветами, все такие стали толстые. Хотя ночью у нас были и 6, и 7 градусов ночи. Для него это нормально. Это скороспелый, и еще раз говорю, что выносливый к пониженным температурам сорт. Тут место такое, конечно, снимать неудобно. Но я именно вот такие томатики... У него штамбовый куст, он детерминантный, он как полукарликовый, он 30-35 сантиметров. Для них я и выбираю такие места, куда больше ничего не посадишь. Вот у нас подсыпана теплица-заваленка, на ней ничего доброго больше не вырастешь. Вот такие маленькие скороспелые томатики можно натыкать. Я по всему периметру вокруг теплицы нынче насадила, и соберу семена, и посолю. И, конечно, первые плоды съедим в салате. Все, вот этот краткий видеообзор сортера нет. Как он быстро разрастается, укрупняется. Я его посадила, был вот так, вот такой. Сейчас в два раза больше. Но он сейчас уже, можно сказать, что взрослый. Видите, все кисти свои выпустил. Все, сейчас начнется завязывание плодов. Так что и на улице все цветет и растет, не только в теплицах. И вообще даже не похоже, что будет похолодание, но все-таки синоптики твердят, что с завтрашнего дня будет холодно до 2 градусов. Я больше чем уверена, что этот сорт уже переживет. Он уже укоренился, он укрупнился. Даже если у него листья вот эти обмерзнут, он будет продолжать расти. Но будем наблюдать за ним. Всего хорошего. Про этот сорт подробности можно узнать у меня на странице в Одноклассниках. Ольга Чернова, 56 лет, город Бейск, Алтайский край. Там все-все описано.